Похвальная беседа о святой мученице Пелагии, что в Антиохии. Благословен Бог, вот и жены уже забавляются смертью, и от раковицы посмевается кончине, и девы весьма юные и не знавшие брака прыгают на самое жало ада и не терпят никакого вреда. Все эти блага получили мы ради Христа, родившегося от девы. После того блаженного зачатия и поразительнейшего рождения расслабла смерть. Сокрушилась сила дьявола и сделалась, наконец, презренной не только для мужей, но и для жен. И не для жен только, но и для от раковиц. Как ловкий пастух, поймав льва, который пугал его скот и вредил всему стаду, выбив у него зубы обрезав когти и отстыкший грибу, делает его презренным и смешным и, наконец, отдает его для забавы пастушеским детям от раковицам. Так точно и Христос. Уловив смерть, которая была страшной для нашего естества и пугала весь род наш, и, рассея весь этот страх, отдал ее в забаву даже девам. Посему и блаженная Пелагия устремилась на нее с такой радостью, что не дожидалась и рук палачей. Не вошла и в судилище, но при избытком собственной ревности предупредила их жестокость. Она была готова к мучениям и к пыткам и ко всякого рода наказаниям, но боялась, что не потерять венца девству. И чтобы ты знал, что она боялась наглости нечестивых, для того она и предупреждает их и предвосхищает себя от постыдного оскорбления. Из мужей никто никогда не решался на что-либо подобное, но все они следовали в судилище и там показывали свое мужество. А жены, по природе более доступные оскорблением, придумали для себя такой род кончины. Если бы можно было и сохранить девство и получить венцы мученичества, то она не отказалась бы идти в судилище. Но так как там она непременно лишилась бы того и другого, то она пошла крайним неразумием умереть у венчины и только в половину, тогда как ей возможно было одержать обе победы. Посему она и не хотела уйти из судилища, чтобы не сделаться зрелищем для наглых взоров, чтобы не позволить бесстыдным взглядом насладиться созерцанием ее лица и поругаться над святым ее телом. Но из внутренней комнаты женского терема пошла в другую комнату на небо. Великое дело видеть палачей, стоящих вокруг и терзающих ребра, но и это не меньше того. Когда чувство уже притупилось от разнообразных мучений, то и смерть кажется уже не страшной, но некоторым освобождением и отдохновением от налегающих бедствий. А для той, которая еще не испытала ничего подобного, иметь тело еще не поврежденное, еще не чувствовать никакой боли, нужно много решимости и мужества, чтобы насильственной смертью лишить себя настоящей жизни. Таким образом, если ты удивляешься терпению тех, то поделись ее мужеству. Если ты изумляешься выносливости тех, то изумись ее отваги, что она решилась на такую смерть. Не без внимания прослушать случившееся, но представь, в каком расположении духа была нежная отраковица, не знавшая ничего, кроме своей комнаты. Когда вдруг прибыли воины, встали у дверей, зовут ее в судилище, в Ликут на площадь для таких и столь важных дел. Не было там с ней ни отца, ни матери, ни кормилицы, ни служанки, ни соседки, ни подруги, но она одна была захвачена в виду тех палачей. Не достойно ли восторга и изумления, что она имела силы выйти и отвечать этим палачам, воинам, открыть уста, произнести слово, смотреть, стоять и дышать. Это было делом не человеческой природы, большую часть не сломанновения Божия. Впрочем, и сама она не оставалась праздной, но оказала все и со своей стороны, готовность, присутствие духа, мужество, желание, решимость, поспешность, ревность. А что все это пришло к концу, это зависело от Божьей помощи и высшего благоволения. Так что следует и удивляться ей, и ублажать ее. Ублажать за Божие содействие, а удивляться за собственную ее готовность. Кто по справедливости не удивится, услышав, что она в одно мгновение времени не задумала такое намерение, и решилась на него, и привела в исполнение. Вы все, конечно, знаете, как часто мы, задумав что-нибудь за долгое время, когда наступит время нашего испытания, немалый страх обнимет нашу душу, теряем все свои мысли, вдруг испугавшись подвига. А она в одно мгновение времени была в состоянии и предпринять такое страшное и ужасное намерение, и постановит решение, и исполнить самим делом. И ни страх перед присутствующими, ни краткость времени, ни беспомощность преследуемой, ни одиночество ее в доме, и ничто другое подобное не смутило этой блаженной. Но как бы в присутствии каких-либо друзей и знакомых, она делала все без боязни, и вполне справедливо, потому что она не одна была в доме, но имела советником своим Иисуса. Он был при ней, он касался ее сердца, он ободрял ее душу. Он один прогонял страх, впрочем, он делал это не без причины, но потому что сама мученица предварительно сделала себя достойной его помощи. 625. Итак, вышедшая, она попросила у воинов позволения опять войти и переодеться, и вошедшая переоделась, облегшись в нетление вместо тления, в бессмертие вместо смерти, в жизнь бесконечную вместо жизни временной. Кроме вышесказанного, я удивляюсь и тому, как воины дали это позволение, как жена обманула мужей, как они не подозрили ничего изымевшего случиться, как они не поняли обмана. Нельзя же сказать, что никто не делал ничего подобного. Напротив, вероятно, многие разбивались о скалы и бросались в море и пронзали себя в грудь мечом и надевали себе петлю и многими подобными действиями изобивало то время. Но Бог ослепил сердце их, так что они не поняли обмана. Посему она и вырвалась из сетей, как лань, попавшая прямо в руки ловчих и потом убежавшая от них на неприступную вершину горы, куда не достигает ни ноги ловчих, ни пущенные стрелы. Наконец останавливается на бегу и безбоязненно смотрит на тех, которые прежде преследовали ее. Так точно эта мученица, попав в самые руки ловчих и быв захвачена в стенах, как бы в сетях, сбежала не на вершину горы, но на вершину самого неба, куда, наконец, им уже невозможно было прийти. Потом, взирая оттуда на них, возвращающихся с пустыми руками, она радовалась, видя великий позор, причиненный неверным. Подлинно представь, что это было такое. Судья сидел, палачи стояли перед ним, пытки были приготовлены, весь народ собрался, дожидали воинов, все услаждались удовольствием, надеясь получить добычу. А ушедший для этого возвращается назад с поникшими взорами и рассказывает о случившемся происшествии. Какой стыд, какая досада, какой срам, естественно, объяли всех неверных. Как удалялись они с поникшими взорами, пристыженные, научившись самым делом, что война у них была не на людей, а на Бога. Когда Иосифа хотела обольстить госпожа его, то он, оставив тогда у этой варварской женщины одежду свою, схваченную нечистыми руками, вышел на гимн. А эта мученица не позволила даже, чтобы тело ее было схвачено наглыми руками. Но, вознесшись обнаженной душой, и оставив святую плоть свою у врагов, привела их в великое затруднение. И они не знали, что делать затем с ее останками. Таковы славные дела Божьи рабов своих. Он не изводит из затруднительных обстоятельств великое благоустройство, а врагов своих и противников, хотя бы они, по-видимому, находились в благоприятных обстоятельствах, приводит в крайнее затруднение. Что может быть хуже того затруднения, в которое попала тогда эта траковица? И что лучше того удобства, в котором находились тогда воины. Они захватили ее одну, заключенной в доме, как бы в темнице, и однако ушли, не получив добычи. С другой стороны, от траковицы была лишена помощников и защитников. Не видела ниоткуда никакого выхода из бедственного положения. Находилась уже близ пасти тех диких зверей, и, можно сказать, вырвавшись из самой глотки их, избегла козни и победила воинов, судей, начальников. Пока она была жива, то они все надеялись преодолеть ее. А когда скончалась, то они попали в великое затруднение, показавшее им, что смерть мучеников есть победа мучеников. И случилось то же самое, как если бы большой грузовой корабль, наполнен драгоценными камнями, подвершись нападению опасной волны, угрожавшей залить его и потопить, при самом устье гавани, ускользнул из-под самого напора воды, и, получив с тем вместе толчок, с большей скоростью вошел бы в пристань. Так точнее блаженная Пелагея. Прибытие воина, страх ожидаемых пыток, угроза судьи, напав на нее сильнее всякой волны, побудили ее с большей скоростью возлететь на небо. И та волна, которая имела затопить корабль, привела ее в безмятежную пристань, и упала затем вниз это тело светлейшей всякой молнии, поражая взоры дьявола. И подлинно не так бывает страшна для нас молния, низвергающаяся с небес, как тело мученицы, ужаснее всякой молнии, устрашала полки демонов. 627. А дабы убедиться, что то совершилось не без божественной помощи, это особенно ясно из самой силы решимости, также из того, что воины не поняли обмана и дали позволение из того, что дело пришло к концу. Но не меньше сказанного можно понять это из самого образа кончины. Многие, упавшие с высокой кровли, не терпели никакого вреда. Другие же, повредив некоторые члены тела, жили опять долгое время после падения. А с этой блаженной Бог не попустил случиться ничему подобному, но повелел в душе тотчас оставить тело, приняв ее как уже довольно подвязавшуюся и совершившую все. смертью была следствием не естественного падения, а повеления Божия. Потом это тело лежало не на ложе, а на земле. Но лежа на земле оно не стало бесчестным, а напротив самая земля сделалась достопочитаемой, потому что приняла тело, облеченное такой славой. Таким образом, от самого этого лежания на земле это тело было более всего достопочтенным, потому что поругание за Христа доставляет нам увеличение чести. Итак, это детственное и чистейшее всякого золота тело лежало на земле в тесном месте, но ангелы окружали его и все архангелы почитали, и Христос был при нем. Если господа сопровождают более достойных рабов своих умерших и не стыдятся, то тем более Христос не постыдится почтить своим присутствием ту, которая за него положила свою душу и подверглась такой опасности. Так она лежала, имея великий погребальный покров мученичества, украшаясь красотой исповеданий, облегшись одеждой, драгоценнейшей всякой царской багреницы, всякой драгоценной парфиры и притом двоякой одеждой, девства и мученичества. С этими покровами она предстанет и к престолу Христову. Будем же и мы стараться и при жизни и по смерти облекаться в подобные одежды, зная, что иной, украсивший свое тело золотыми одеждами, не получает никакой пользы, но еще навлекает на себя осуждение многих, как не оставивший тщеславие и при смерти, а того, кто облег себя добродетели, многие будут хвалить и после смерти. Славнее самих палат царский будет у всех тот гроб, где лежит тело, жившее в благочестии и добродетели. И свидетели этому вы, пробегающие мимо гробниц богачей, хотя бы и с золотыми одеждами, как мимо пещер, а к этой святой прибегающие с усердием потому, что эта мученица отошла, облегшая себя вместо золотых одежд, мученичеством, исповеданием и девством. Будем же подражать ей по силе нашей, она презрела жизнь, будем и мы презирать удовольствие, посмеемся роскоши, оставим пьянство, им объедение. Не без причины я говорю это теперь, но потому, что вижу, как многие по окончании этого духовного зрелища бегут на пьянство и объедение, к трапезам в гостиницах и на прочее бесчинство. Посему прошу и умоляю, всегда иметь в памяти уме эту святую, не срамить торжества и не терять дерзновение, приобретаемого нами от этого праздника. Не напрасно и беседой с язычниками мы хвалимся множеством собирающихся на праздник, пристыжая их и говоря, что одна умершая от раковицы каждогодно привлекает в себе целый город и столько народа и что спустя столь много лет никакое время не прекратило торжества в честь ее, но если они узнают, что делается на этом празднике, тому тратим большую часть похвал. Это множество присутствующие ныне, если соберется с благопристойностью, составит для нас величайшее украшение, а если с небрежностью и великой рассеянностью, то позор и обвинение. 628 Итак, чтобы нам похвалиться множеством вашей любви, будем возвращаться домой с такой благопристойностью, с какой следует возвращаться бывшим вместе с такой мученицей. А кто не так возвратится домой, тот не только не получил никакой пользы, но еще навлек на себя величайшую опасность. Знаю, что вы свободны от этих болезней, но этого недостаточно для вашего оправдания, а нужно и братья бесчинствующих обращать к величайшему благочинению и приводить в приличный вид. Ты почти мученица своим присутствием, почти же ее и исправлением со членов твоих. Если ты заметил неуместный смех, неприличное бегание, нескромную походку и ненадлежащий вид, то подойди к делающим это и посмотри на них строго и гневно. Но они не обратят внимание и засмеются еще больше. Возьми с собой двух или трех или более, братья, чтобы самое множество ваше внушало уважение. Если же и так ты не проймешь их безумие, то объяви об них священникам. А впрочем, быть не может, чтобы они дошли до такого бесстыдства, что и после порицания, и увещания не послушаются, не постыдятся и не прекратят неуместного и ребяческого ликования. Если ты приобретешь хотя десять человек, хотя трех, хотя двух, хотя только одного, то придешь, получив великую прибыль. Путь весьма длинен. Воспользуемся же длиннотой его для того, чтобы возобновить в памяти сказанное. Наполним многолюдный путь ароматами. Подлинно. Не столь прекрасным показался бы этот путь, если бы кто-нибудь разложив по всему нему кодильницы, напомним воздух благовониям, сколь прекрасным покажется он теперь, если все идущие по нему сегодня пойдут домой, рассказывая друг другу подвиги мученицы, и каждый сделает язык свой кодильницы. Не видите ли, когда царь вступает в город, с каким благочинием с обеих сторон стройно идут вооруженные воины, внушая друг другу идти тихо и с большим страхом, чтобы зрителям стоило посмотреть на них. Будем и мы подражать им, потому что и мы предшествуем царю, царю невидимому, неземному, но владыке ангелов. Так станем ходить и мы благочинно внушая друг другу идти стройно и в порядке, чтобы нам приводить зрителей в изумление не многочисленности только, но и порядком. Даже если бы и не было никого другого, то мы одни только шли по пути, и тогда не следовало бы бесчинствовать ради неусыпающего ока везде присутствующего и все видящего, но теперь представьте, что среди нас замешалось много еретиков, и если они увидят, что мы так ликуем, смеемся, кричим, пьянствуем, то уйдут крайне осудив нас. если соблюдающий одного соблазняющий подвергается неизбежному наказанию, то мы соблазняя столь многих какому подвергнемся наказанию. Впрочем, не дай Бог, чтобы после этих слов и такого увещания кто-нибудь нашелся виновным вышесказанным. Если и прежде такие дерзкие поступки были неизвинительны, то после таких советов и обличения они делают наказание гораздо более неизбежным и для тех, которые совершают их, и для тех, которые равнодушно смотрят на совершаемое. Итак, чтобы вам и тех избавить от наказания и самим приобрести большую награду, примите на себя попечение о наших братьях, расположите их, припоминать и повторять сказанное, чтобы занявшись этим во время пути, а также и дома оставшимся и оставленным, принесши остатки этой трапезы, составить и там светлое пиршество. Таким образом, мы больше насладимся этим праздником и приобретем себе большее благоволение святой мученицы, почитая истинным почитанием. Ей гораздо больше удовольствия доставить, когда мы уйдем отсюда с плодами и некоторой духовной пользой, нежели когда мы придем сюда и будем бесчинствовать. молитвами этой святой и подвязавшейся подобно ей расподобитесь вы помнить в точности и это и прочее сказанное и, показав все на деле, постоянно благоугождать во всем Богу, которому слава и держава во веки веков. Аминь.